Кровь его на нас и детях наших. В чем смысл этих слов? Во-первых, давайте обратимся к отрывку. Это Евангелие от Матфея, 27 глава. Повествование о том, как Христос оказывается перед судом Пилата. Первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали Варавву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом. Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, не повин я в крови праведник сего, смотрите вы. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Этот фрагмент в самом простом, объективном смысле говорит ведь, как кажется, о ужасной вещи. Когда раскачанная первосвященниками и книжниками толпа, теряя последки человечности и здравого смысла, требует казни Иисуса и не останавливается даже перед тем, чтобы возвести кровь его на головы свои и своих детей, что мы снимаем как бы с тебя, с Пилата, ответственность за происходящее, на нас его кровь и на детях наших, только сделай то, что мы хотим. Эти слова сыграли страшную роль в истории израильского народа. Кровавый навет, гетто, гонение, трагедия Шаа, Холокоста. Все это во многом восходит к интерпретации этих слов. Когда мы слышим голоса, говорящие, конечно, конечно, вот евангельский текст, говорящий о том, что кровь Христова всегда вопиет об отмщении к тем, кто возвел ее себе на голову, к представителям именно этого народа. Это ужасная интерпретация. Потому что, когда мы говорим о распятии Христовым, ведь мы же прекрасно с вами понимаем, что эта история совершенно не местечкового уровня. Она важна, значима и происходит в этом смысле, ну как бы не в Палестине, хотя исторически это так, но она происходит в мире людей. Христос распинается за людей и распинаем людьми, и воскресает для людей, людей и выводит из ада людей, не представителей конкретного народа, конкретного класса, конкретного сообщества. Он ко всем. Таким образом, мы можем сказать, что в этом безумном крике толпы звучат не слова какого-то одного народа, это человечество говорит, что столь ненавистен нам этот праведник, что пусть будет так, мы готовы возвести его кровь себе на голову. Но у этих слов, как это ни странно, есть еще и очень важный, яркий и значимый положительный смысл. Кровь очищает от грехов с точки зрения Ветхого Завета. Кровью жертвенного животного первосвященник, входя в святая святых, крапит крышку ковчега Завета, обновляя каждый год отношения между народом и Богом, прося прощения согрешений. И кровь его на нас и на детях наших, на самом деле требуемая из ненависти и слова, звучащие как проклятие, с точки зрения Бога, становится благословением и очищением. В другом месте Нового Завета мы увидим слова о том, что кровь его очистила нас от грехов. И в этом смысле да, не только и не столько про ираильский народ, сколько про все человечество. Страшные слова про то, что с одной стороны кровь его на нас и на детях наших, что в своей злобе, ограниченности и греховности мы жаждали бы подобного рода смерти. А с другой стороны, это слова благословения тоже к всему человечеству, не только к этой части его. Про то, что да, действительно кровь его, оказавшись как кровь жертвы над крышкой ковчега Завета на нас и на детях наших, и избавила нас от проклятия греха и смерти. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok